Канун Дня Очага 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 Радост день очага Кому у меня очага снова тут? Тебя так долго ждали мы Милая пони Волшебством своим весь мир осветит Искры смеха и добра От чистого сердца даришь нам Приключений с нетерпением ждешь И волшебство в себе несет Милая пони Давай скорее с тобой дружить Дружба – это чудо Пропустить кому у меня очага? Мне кажется это немного глупо Это день посвященный подаркам и конфетам, да? А зачем отказываться от подарков и конфет? Это безумие! По-моему Спайк хочет сказать Что день очага – это не только подарки и конфеты Это время мы проводим с друзьями и семьей И отмечаем важный день в истории Квестрии Знаешь, а по-моему это просто повод для глупых песен и веселья Никто не вспоминает историю Может ты еще не слышала хорошую праздничную историю? Земные пони, единороги и пегасы поют песню, чтобы не допустить вечной зимы Которую несут мифический ветродуй Ха! Все же ребята знают эту историю Не эту Мою любимую историю, которая произошла в день очага Я ее обожаю! Это история единорога по имени Сноуфл Фрост Она терпеть не могла канун дня очага Все началось много лун назад в Контрелоте Все жители города радовались приближению праздников Все жители, кроме одной Говорят, что Сноуфл была такой же образованной, как Свирл Бородатый Ну, почти Все знают, что Свирл эксперт во всем Трансфигурации, калибровки измерений, телепортации Мы поняли, Свирл Бородатый классный Да, короче, Сноуфл была сильным магом Она считала, что все должно быть идеальным А то, что этому мешало, было потерей времени Что ж, эта партия испорчена Сноу Дэш? Сноу Дэш была преданной ассистенткой Сноуфл Что такое? Убери беспорядок Эти глупые пони звонили в свои дурацкие колокольчики И я отвлеклась Ого, они радуются в канун Дня Очага Его принято так отмечать Сегодня нечего отмечать День Очага – это угроза Опасный день для Эквестрии Опасный? Он классный! Это день, когда земные пони, пегасы и единороги объединились, чтобы победить Витродуев Это глупая легенда, проблема Зачем учить пони, что пение песен и дружба решат все проблемы? Я многие годы изучала магию Это так не работает Кажется, ты чего-то не понимаешь Много работой, учись и используй знания, чтобы улучшить Эквестрию Вот это достойная цель для любой пони Но если ты хочешь уйти домой рано Несмотря на огромное количество работы и провести остаток Класс! Ненавижу канун Дня Очага Для Эквестрии было бы лучше вычеркнуть этот день навсегда С Днем Очага Они говорят С Днем Очага Не зная, что творят Все эти слова Повод посмеяться Нужно ли участвовать, коль я могу вмешаться Да, пони любят этот праздник свой Но, возможно, будет лучше, если будет день простой Попрощайтесь с торжеством Вот вам подарок лучший Я сотру его волшебством И каждый пони придется послушать Забудьте праздник навсегда Можете сказать Прощай, День Очага Прощай, День Очага Ты долго жил Прощай, День Очага Твой час наступил Буду я свободна от веселья Не нужно отвечать на приглашение Календарь короче на день теперь Поплотнее закрою дверь Волшебство проверю Попрощайтесь с праздником Я заклинанье прочитаю Из памяти он вылетит Я Эквестрию преображаю Сегодня слышала от вас С Днем Очага Ха-ха-ха-ха В последний раз В последний раз После этого заклинания Все Эквестри станет лучше И все будут благодарны мне Минутку Сноуфол не нравится Канун Дня Очага И она колдует Чтобы вообще отменить его По-моему, это уже перебор Сказала пони Которая пыталась сделать Всех пони одинаковыми Отменив их знаки отличия Кажется, Спайк хочет сказать Что у каждого пони Есть свои причины для поступков Даже у Сноуфол И если я продолжу рассказ Мы узнаем ее причины Продолжай Сноуфол была готова Прочесть заклинания И навсегда стереть Этот день из истории И тут она услышала голос Из Очага Уверена, что хочешь пройти Через это Кто тут? Дух прошлого дня Очага Вот кто Нам с тобой надо поговорить Какой дух? Вообще-то я не вызывала Никаких духов Что ты тут делаешь? А ты думала, что твое заклинание Пройдет незамеченным Для влиятельных сил? Ты привлекла наше внимание Сноуфол Фрост И мы недовольны твоим колдовством Мы? Долго рассказывать Сейчас тут только ты и я Надо спешить Нам надо многое увидеть А времени на это почти нет Я никуда не собираюсь Мне надо колдовать И мне не нужен урок истории О кануне дня Очага Мы отправимся в прошлое Чтобы изучать не праздник А узнать побольше о тебе Учатели А accounts А ударяй А ударяй Юности Жизнь Сложная штука Решенья же нужно принимать Растешь ты Как росточек Мечтаешь о хорошем И многое спешишь узнать И каждый выбор сложный на пути Ведет тебя к тому, кем станешь ты Отправимся в прошлое детским годам Узнаем, что они расскажут нам Посмотри, какая ты милая Похоже, ты не очень расстроена, что настал канун дня очага Из прошлого след, он даст нам ответ Смотри, какая ты была Костки, что растут, они не сорвут Они нам откроют глаза Что ты такое делаешь, Сноуфол? Украшаю класс ко дню очага, профессор Флинхарт Сноуфол, ты сказала, что хочешь стать сильным магом, разве нет? Хочу! А как можно стать сильным магом, Сноуфол? Работай, учись и используй навыки, чтобы улучшить эквестрию А почему ты решила изучать магию? Я хочу быть сильной, остановить ветродуев и спасти пони Это все сказки для маленьких пони Для изучения магии нужно время Сама выбирай Можешь потратить время и стать сильным магом Или играть в игрушки и остаться никем Ты удручена Небрежные слова Ты стоишь, не зная, как же быть Ты бессильно Переживаешь сильно И решаешь мнение изменить И вот сама тогда, не зная Стены построила ты на веках И выросла такой вот пони Что лишает отжойства Это так наверняка Ростки, что растут Они не соврут Обиды в нас могут жить Вердикт наш готов И то, кто таков Ты праздник тот хочешь забыть Дух, что же мне де... Но, Пол Прост, это я! Дух праздничных подарков! Эм, ты же должна быть духом настоящего Нет! Игрушки, куклу дня, тебя хочешь кекс? Ладно, подарков Это бессмыслица, на которую пони тратят время О, Сноу, Пол! Сам подарок не важен Важно его значение Он ничего не значит Это просто вещь! Ну как же! Иногда кекс значит Я люблю тебя! Или игрушка говорит Привет, как дела? А иногда книга значит У тебя потрясающая грива! А шарф может значить Ну, обычно значит Кажется тебе холодно Это просто Я не понимаю, что ты говоришь Что с тобой такое? Включился мой локатор праздничных подарков Значит, сейчас будет песня! Посмотри, как все вокруг Прекрасно эти тортики так пах Но в классной сердце лишь открой Ты же согласна Чудеса ждут девчика В милочах простое счастье Каждый дар пусть принесет Хоть игрушку, нежный свитер Память будет на весь год Подарки это лишь подарки Хоть и разные они Часто лучшие подарки Почти что не видны Отправляйся поскорее в гости Там нет места для обид Не злойсь, и тебе будет весело Поверишь мне Чудеса ждут в день очага Питье льется, все ликуют И танцуют гости в такт Ты даришь всем подарки И тебе приятно так Ведь подарки это лишь подарки Открой глаза скорей Танцуй ты с пони целый вечер И жизнь станет веселей Подарки это лишь подарки Неправда Что ж, что будет дальше Итак, вечеринка была Стой, давай прервемся Мне надо долить себе какао Ладно Давай быстрее Скоро самое интересное Все, я готов Вечеринка шла полным ходом Сноудэш Привет, Мэри Что такое, милая? Что случилось? Гоголь-моголь невкусный Слишком много корицы Нет, Гоголь-моголь был отличным Флаттер Холли Я злюсь на пони Которая считает день очага Ужасным праздником А имя этой пони начинается на Сноу И заканчивается на фруст Она сказала, что канун дня очага Это просто повод повеселиться А ведь у нас столько работы, чтобы улучшить эквестрию Фу А как, по ее мнению, можно улучшить эквестрию? Пони усердно трудятся Они учатся и используют знания во благо эквестрии А по-моему, все, что хочет Сноуфол, здесь есть А мне кажется, что идеальная Квестрия похожа на празднование Дня Отчага Мне тоже! Но, увы, этот праздник последний! 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 Дух, о чем это ты? Что произойдет? А ты кто? Я дух будущего Дня Отчага Ты покажешь, какими будут следующие каноны Дня Отчага? Нет, мне больше нечего тебе показать Почему же? Ты сможешь стереть праздник, как ты и хотела И что будет? Я вижу, ветер снег несет Я вижу дни без радости Я вижу, что твой план дает Я вижу путь к краю пропасти А будущему нужно чудо, мечты и радость Наяву Но завтра нас ждут только слезы Надежды нет, коль все ревут Все радужные сны Исчезли словно пар Из-за тебя Сноуфул Фрост Будущее лишь кошмар Это радуй? Они не настоящие Это история для жеребят Они даже слишком настоящие, Сноуфул И твои действия помогут им вернуться В будущем эквестрию накроют покрывало вечного снега Нет, я не хотела, чтобы это случилось Я не понимала Я не знала, что канон у меня Отчага так важен Пожалуйста, дух Я еще не произнесла заклинание У меня есть время Простите меня Еще не поздно Сноуфул Фрост Надеюсь, я не опоздала на вечеринку Я принесла подарки Босс Увы, я ошибалась По поводу канона Дня Отчага В нем главное не песни и подарки Песни и подарки нужны, чтобы порадовать близких нам пони Пони, которых нам стоит чаще слушать Наших друзей Ого Коготь с ноги дракона? Эээ, спасибо Я спешила В следующий раз исправлюсь Ха Шутишь? Мне никто не дарил когти драконов Это круто! Выпьем, Гоголя-моголя! И с тех пор На всех празднованиях кануна Дня Отчага Сноуфул веселилась больше всех Конец Что ж, это все Спасибо, что выслушала эту историю Похоже, уже пора Мы со Спайком пойдем вниз Если хочешь, присоединяйся к нам Добро пожаловать в Старлайт Счастливого Дня Отчага Счастливого Дня Отчага На праздник дарят все подарки Они вас удивят Истории друзей хороших Навеют нужный лад И лучше прошлое отпустить И перестать напрасно грустить И это не так сложно Когда кругом друзья Вот и праздновать пора Кануня Отчага Сноуфул Вместе мы кричим ура Кануня Отчага Сноуфул Я так ждала Оставим все дела Ура, ура Кануня Отчага Сноуфул Радость в стене Чига Радость в стене Чига Кануня Отчага Сноуфул Кануня Отчага Сноуфул Кануня Отчага Сноуфул Мы подъезжаем Я уже заждалась Я волнуюсь Мне хочется кричать Ого, Кантерлот Вот и мы Надеюсь, у меня праздничный вид Вот он Кантерлот Кантерлот прекрасен в это время года Да, хотела бы я, чтобы каждый день был похож на канун Дня Горящего Очага Здесь столько всего У меня просто глаза разбегаются У меня идея Пока мы идем, давайте поиграем во что я вижу Я первая Я вижу Двухметровый леденец Я вижу пони и снега Я вижу, как кто-то ест в пряничный домик Это я Приключенье с нетерпеньем ждешь И волшебство в себе несет Милая пони Пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба – это чудо. Автор идеи – Лорен Фауст. Продюсер Сара Уолл. Не верится, что принцесса Селестия пригласила нас... Канун дня горящего очага. Постановки сезона – это такая честь для всех нас. Лучше бы она не оказывала мне такую честь. Я не выйду на сцену. Я не хочу, чтобы на меня смотрели. Латерша, милая, не стоит так переживать. Да? Ну, конечно. По всей Эквестрии Пони ставят пьесы, посвященные канону дня горящего очага. Это традиция. Поэтому они слишком заняты, чтобы приехать на наш спектакль? Нет. Мы участвуем в контрлодском представлении – самым важном во всей Эквестрии. Многие пони захотят это увидеть. Многие? Сотни. Сотни? Может, тысячи? О, моя прическа! Эпплджек, закрой, пожалуйста, окно. Радуга! Радуга! Спасибо! Спасибо! Это пьеса, рассказывающая об основании Эквестрии, а не концерт в честь Радуги. Это должен быть концерт в мою честь. Я звезда! Латершай, немедленно вылезай! Осталось две минуты. Пинстерка, позволь мне? Прическа! Пинки-пай! Наш праздничный спектакль о гармонии и дружбе. Закрой окно! Давным-давно, задолго до начала правления Селестии и до того, как прекрасные земли Эквестрии были открыты, пони не знали о гармонии. Это было странное и мрачное время. Время, когда пони были разделены ненавистью. А-а-а! Да, представляете? В этот ужасный век никто из трех племен – пегасов, единорогов и земных пони – не думал о проблемах других. Они беспокоились лишь о собственном благополучии. В те тревожные времена, как и сейчас, пегасы управляли погодой. Но они требовали кое-что взамен – еду, которой их могли снабдить только земные пони. Единороги требовали то же самое – за то, что при помощи магии они осуществляли смену дня и ночи. Недоверие между племенами росло, и в один роковой день страсти закипели. И что послужило толчком – таинственная снежная буря, которая охватила все земли и разрушила шаткий мир. Трудолюбивые земные пони не могли обрабатывать свою землю. Пони замерзали. Пегасам жилось не лучше. Пегасы голодали. А единороги и мерзли, и голодали. Даже магия единорогов была бессильна перед боем. Каждое племя обвиняло в своих страданиях других. И чем больше злились пони, тем сильнее становилась метель. И тогда было решено устроить большое собрание, чтобы понять, как справиться с метелью. Каждое племя отправило своих предводителей. Дочь королей единорогов, принцессу Платину. Правителя Пегаса-полководца Урагана. И, наконец, лидера земных пони, канцлера Твердолоба. Возможно, что три племени сумеют решить свои разногласия и договориться о том, как справиться с ненастьем. Я хочу знать только одно. Почему земные пони забирают всю еду? Мы? Не мы, а вы забираете всю еду. Нет, вы правы, это мы. Но только потому, что из-за вас, гадких Пегасов, все время идет снег. Сотый раз говорю, не из-за нас. Мы ни при чем. Это должно быть единороги. Единороги. Это вся их странная магия. Как вы смеете? В отличие от вас, грубиянов Пегасов, мы, единороги, никогда не опустимся до такого. Понятно? Так, если вы не прекратите использовать свои силы, чтобы нас замораживать, то других идей у меня нет. Какой ужас. У земных пони закончились идеи. Послушайте, ураган, может, хватит оскорблений? Запомните, вы не смеете мне приказывать. Простите, я принцесса, и такой тон вынуждает меня уйти. Я уйду первым. Нет, я. Нет, я. А буря только усиливалась. Итак, большое собрание не оправдало надежд. Три лидера вернулись домой зализывать раны и, по большей части, жаловаться. Смирно! Ну, тебя не интересует, как все прошло? О, интересует, сэр. Как все прошло? Ужасно. Другие предводители настолько невежливы. Они не понимают, что мы могучее племя воинов, и что нам нельзя беречить. Мы должны будем что-то предпринять. Мудрая Кловер, ты нужна мне? Да, ваше высочество. А другие племена вели себя разумно. Они были просто невыносимы. Я больше не в силах находиться рядом с этими презренными существами. Мы благородны и величественны. Мы прекращаем всякое общение с ними. Не легче ли было войти в дверь, канцлер? Возможно, тебе да, Куки. А я канцлер. Меня выбрали, потому что я мысль нестандартна. А это значит, что мне хорошо думается в трубе. Ты умеешь так размышлять? Я... Думаю, что вряд ли. О нет, смотри, не упади. У меня появилась блестящая идея. Впервые в жизни. Я решила, что с этого момента мы будем жить одни. То есть без других племен? О нет, я думала, мы найдем общее... Не волнуйся, ведь еда-то у нас есть, верно? Вообще-то она кончилась. Что ж, значит, найдем другое место, где мы сможем что-то посадить. А со мной, как бесстрашным вождем, вам нечего бояться. С силу начнем. Суть в том... Мы должны найти новую землю! Живее, рядовой! Давай! Раз, два, раз, два! Взять себя в руки, рядовой! Ничто не должно отвлекать нас от миссии! Найти и, если нужно, покорить новую землю! Покорить, сэр? Никогда не знаешь, где прячутся враги. Но я не вижу никаких врагов. Только снег. Ага! Кто это? Так, достаточно. Ах, на это уйдет вечность. У меня болят копыта. Сколько мы уже идем? Минут пять, ваше высочество. Не знала, что искать новую землю так тяжело. Но оно того стоит, согласись. Я думаю, что три племени могли бы приложить больше усилий. Стоп! В чем дело? Вот в чем дело! Ваше высочество, это просто ручей. Его легко перейти. Я могу намочить мантию. Я не хочу появиться на моей новой земле, как грязная земная пони. Или того хуже, как грубый пегас. У меня нет намерения опускаться до их уровня. Но при этом, я не против, если это сделаешь ты. И береги мантию. Она дороже, чем все книги в твоей библиотеке. Да, да. Это определенно верное направление. Мы ходим кругами. Это исключено. По-твоему, я не так читаю карту? Ну что вы, канцлер? Просто в карте имеются дыры и... Конечно! Я должна видеть, куда иду! Да... И еще! Мне нужно говорить! Ведь вам не выжить, если я перестану вас направлять! Что вы, канцлер? Даже страшно представить. Но все же, может, стоит перевернуть карту. К твоему сведению, Куки, вертеть карту не имеет смысла, ведь земля круглая. Вы правы. Такое облегчение, знать, что карта в надежных копытах. Облегчение? У тебя не получится идти налегке, потому что я канцлер, а ты просто мой... 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 Секретарь. Неважно. Тебе карту, а мне облегчение. Да, канцлер Твердолу. Итак, каждый вождь встречал на своем пути препятствия. Но в конце концов, все они прибыли на новую чудесную землю. И никто не сомневался в том, что это просто рай. Это новая земля, которую мы искали. Как красиво. Я вижу отсюда мой будущий дом. Я назову эту новую землю... Пегаса Полюсом. Я не видела таких драгоценностей. Этот рубин потрясающий. Вся эта земля потрясающая. Я просто потрясена. По имени единорогов я объявляю эту землю единорогией. Воздух. Деревья. Грязь. Самая грязная грязь во всем мире. И плодородная. Мечта земледельца. По имени земных пони. Я назову это новое место... Грязевилем. Может, земля? Земля! Поздравь меня с тем, что я это придумала. Мы нашли наш новый дом! Я был первым! Я был первым! Нет! Да! Вообще-то первыми были мы! Все вы вторгаетесь в единорогию! Это Пегаса Полюс! Земля! Пегаса Полюс! Единорогия! Мы будем сражаться! Пусть победит лучший! Это варварство! Мудрая Кловер в темницу этого дикаря! В какую темницу? Может, нам всем лучше успокоиться? Согласна. Давайте успокоимся. Я тоже за это. Пойдете под суд за неподчинение рядовой! Мы решим это на поле боя! Кто посмел бросить снежок в королевскую персону? Подождите-ка! Откуда здесь взялся снег? О, нет! Опять! Итак, рай, который нашли пони, был вскоре потерян. Он оказался под толстым слоем снега и тяжелых чувств. Вместо зеленого – белое. Вместо тепла – холод. Вместо солнца – мелометель. Вместо... Да мы поняли! Давай дальше! Пони были вынуждены искать кров. Искали в небе и на земле. Но единственным убежищем в округе была холодная, мрачная пещера. И, конечно, трем предводителям пришлось делить ее. Хоть никому это и не нравилось. Пожалуйста, сэр Шквал. Полководец Ураган. Пожалуйста, сэр, отойдите. Королевским особам необходим простор. То есть вот так, ваше высочество? Конечно, нет. Вы видите эту невидимую линию? Рядовой, обозначьте для всех нашу территорию. Видите эту настоящую неневидимую линию? Единорогие земные пони не вправе ее пересекать. Это суверенная территория Пегаса Полиса. Мудрая Клобер? Куки! Да, да. Что вы делаете? Не обходите этот камень! Я не отдам ни кусочка своей территории. Этот камень явно на стороне единороги и принадлежит нам. Внутри могут быть алмазы. Этот камень принадлежит Пегаса Полису. Сейчас же отдайте камень. Я приказываю вам. О, вы нашли мой камень. Я повсюду его искала. Эй, вы на моей территории. Было ничье, стало мое. Это уж слишком. Отдайте! Это мой камень! Отдайте мне! О, мой! Быстро! Немедленно! Посмотрите туда! Вот! Все! Нам не выйти! Мы в ловушке! Вы оба это заслужили! Вы только и делали, что ругались друг с другом, как и вы, ваше высочество! Да! Еще бы! Вы ругались гораздо больше, чем я! Это нелепо! Единороги не опускаются до такого! Потому что вы знаете, что не сможете победить! Земные пони в простоте! И как-то дикари! Единороги за снайки! Что это такое? Может, это... Виндиго? Виндиго? Мой наставник, Свирл Бородатый, рассказывал мне о них! Это зимние духи, которые питаются враждой и ненавистью! Чем больше ненависти, тем холоднее становится! Тогда это наша вина! Трех племен! Метель возникла потому, что мы ссорились и не доверяли друг другу! Теперь погибнет и эта земля! Наши тела станут холодными, как наши сердца! Из-за нашей глупой ненависти! У меня к вам ненависти нет! В сущности, я ненавижу урагана куда больше, чем вас! Вообще-то и ненависти нет! Просто ураган мне как-то не очень, не слишком, не больно-то нравится! И у меня к вам нет ненависти! И у меня! Пусть мы разные, но все мы пони! Что это? Вот что могут единороги! Странно! Такого никогда раньше не было! Но думаю, что дело не только во мне! Это исходило от нас троих! Все дело в нашей дружбе! Всю ночь три пони поддерживали огонь дружбы, рассказывая друг другу истории и распевая песни, которые стали праздничными гимнами. И теперь их поем и мы. В конце концов, тепло огня, пение и смех достигли лидеров. И их тела начали оттаивать. Пламя дружбы согрело их ледяные сердца. Три вождя договорились поделить эту прекрасную землю и всегда жить в согласии. И вместе они решили назвать свою новую страну... Инвестрия! Нам дружбы и пламя греют сердца, Пока оно с нами, мы вместе друзья. Мы ссоримся порой, ну и пусть Песни и смех нас всех соберут. Нас соберут. И в дружбе нашей мы будем верны, И чудо ее мы будем хранить в сердце. Мы должны гордиться тем, что принцесса Селестия выбрала нас. Видимо, она считает, что мы настоящий пример добрых друзей. Эпплджет, ты должна была закрыть окно. Я ни при чем. Это могла бы сделать радуга. У нее есть крылья. Мало ли, что я умею летать. Искорка могла бы пустить в ход магию. Почему я? Почему я? Почему я? Почему я? Знаете, я закрою. Спайк, проснись, просыпайся. Сегодня последний день зимы. Что? Мама? Последний день зимы. Ты не мама. Спайк, завтра первый день весны. Поэтому все пони-понивили идут на субботник. Помоги мне собраться. Субботник? Кто устраивает субботник? Разве они не используют магию, чтобы просто поменять время года? Нет, Спайк. Изначально в понивиле жили земные пони. Они никогда не использовали магию, чтобы прощаться зимой. Это традиция. Это же смешно. Никакой магии. Итак, давай посмотрим. Шарф есть, седло есть, сапоги есть. Спайк, который отказывается просыпаться и помогать, мне тоже есть. Хорошо. Я такая организованная. Я готова. Ранняя пташка. О, наверное, еще слишком рано. Милая пони, милая пони. Милая пони, тебя так долго ждали. Милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь. И волшебством в себе несет. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба – это чудо. Автор идеи – Лора Фауст. Продюсер – Сара Уолк. Ух ты, какие жилеты приготовила Рарити. Голубые – для команды погоды, зеленые – для команды растения и коричневые – для команды животных. Интересно, какой жилет достанется мне? Я возьму голубой жилет. Он того же цвета, что и моя жилет. Последний день зимы. Пойма назовет меня. Спайк, Спайк, иди спать. Спасибо всем пони за то, что собрались в столь ранний час. Нам нужна помощь каждого жителя Пони Вилля, чтобы встретить весну. Ура! Итак, мы разделились на команды и у каждой свои жилеты. Давайте сделаем все, чтобы побить рекорд прошлого года и проститься с зимой. О, это здорово! Внимание всем! Выберите капитана команды и принимайтесь за дело! Да! Ура! Что делать? Куда мне идти? Какую команду выбрать? А чем будет заниматься каждая Пони? Три месяца каникул и зимний холодов. Копытца согревали мы в тепле своих домов. Подошел к концу запас еды, нужен новый урожай. Люблю свои сапожки, но не станет мода ждать. Пора приветствовать весну и свежую траву. Теплый ветер холоду унесет, растопит снег и лед. Я так хочу всем вам помочь, где порядок навести. Как без своей волшебной силы подруг не подвести. Наступил конец холода, нам жутки копеи слышны. Наступил конец холода, завтра первый день весны. Завтра первый день весны. Возвратятся стаи птиц, пегасы растопят снег. Умоют хмурый небосвод, согреет солнце все. Природа сбросит ледяной свой наряд. И пробьются первые цветы на полях. Наступил конец холода, завтра первый день весны. Новый жизнь и нежный свет затеплился в снегах. Каждый будет вниманием согрет, тут все в наших руках. Поможем вам найти еду, вам починим кров. Пусть прилетают с юга птицы, воспитывать тенцов. Наступил конец холода, нам зубы попей не слышны. Наступил конец холода, завтра первый день весны. Завтра первый день весны, завтра первый день весны. Нам нужно землю распахать, семена сажать. С терпением и заботой урожай собрать. Сельдерий, морковь и укроп, яблоки и цветы. Столько разных дел вокруг, помочь нам можешь ты. Наступил конец холода, завтра первый день весны. Заданий сложных не боюсь, должна себя найти. Трудиться буду день и ночь, чтоб вас не подвести. Я справлюсь без волшебных знаний, как простая пони. Я буду такой же, как все, я хочу помочь, я хочу помочь. Наступил конец холода, завтра первый день весны. Наступил конец холода, завтра первый день весны. Завтра первый день весны. Завтра первый день весны. Все пони разошлись по командам. А мне что делать? Куда мне идти? Итак, команда, вы готовы к работе? Радуга! О, привет, Искорка! Как дела? Что ты делаешь? Отправляю одну из своих подчиненных вернуть птицу, летевших зимовать на юг. О, можно я помогу? Вдруг я смогу расчистить небо. Точно, нет крыльев. Прости, Искорка. Здорово. Что теперь делать? Не знаю, как ты, а я собираюсь вздремнуть. Пойдем, Спайк. Это серьезное задание. Зима должна уступить место весне, и я намерена выполнить свою часть. Как смогу. Девушки отдыхают. Хотела бы. Да. А с чего я могу начать? Итак, сейчас возьми вон ту солому и вон тот овес. И еще немного веток. Теперь положи их сюда. Да. Возьми ленточку. Да. О, нет-нет, не сюда. Да, вставляй туда. Но будь осторожна. Нет-нет-нет, думаю, уже и хватит. О, нет. Вот. По-моему, похоже на... Твое. Не совсем. Это гнездо надо спрятать подальше. О, Спайк. Все не так плохо. Может быть, птицы смогут использовать его как... Как сарай. Спайк. Все в порядке. Просто оно грубовато по краям. Давай я тебе помогу. Давай завяжем эту ленточку. И если мы вынимать сюда эти палки и изменим форму, то получится очень хорошо. Мы ее потеряли. Вот так, вот так. Привет, Искорка! Ух ты, Пинки Плай, ты великолепно катаешься. Ты катаешься лучше всех моих друзей. Спасибо, Искорка. Я начала кататься на коньках с самого детства, с тех пор, когда я еще была маленькой Пинки. Это как-то само вышло. Наверное, поэтому меня и попросили заняться озером. Я разрезаю лед на озере своими коньками. И когда сюда прибудет команда погода, им не составит труда разбить его. Умно. Когда толстый лед начнет таять, он легче разломается по линиям. Что ж, у тебя еще много работы. В Пони вели не одно озеро. Ха, а то я не знаю. Эй, Искорка, не хочешь мне помочь? А я смогу? Давай, надевай эти коньки. Уверена, что ты справишься. Ладно. Ура! Вообще-то, если хорошенько подумать... О чем ты говоришь? Ты же говорила, что хочешь помочь. А теперь выходи на лед. Искорка, смотри на лед! Это потрясающая Искорка! Потрясающая грация! Искорка, для первого раза ты неплохо справилась. Уверена, мой первый раз был таким же сногсшибательным, как и твой. Правда? А, нет. Но тебе ведь стало легче. Да, наверное. Ты знаешь, мне кажется, тебе лучше твердо стоять копытами на земле. О, знаю! Ты можешь помочь Флутершай с ее животными. Что ж, я хорошо справляюсь с животными. Да, я помогу ей. Это... Так, держась! Да! Просыпайтесь, маленькие Сони. Надеюсь, вы хорошо поспали этой зимой и вам снились хорошие сны. Но пора вставать. Весна на дворе. О, как мило! Они вправду милые. Это моя любимая работа за весь год. Я могу увидеть маленьких друзей после зимней спячки. А что такое спячка? Это такой длинный, долгий сон. Долгий сон? Да. Просыпайтесь, мои малютки. Животные часто впадают в зимнюю спячку, чтобы сберечь энергию и меньше есть. Мне очень нравится эта зимняя спячка. Но кроме того, что во сне есть нельзя. О, вы только посмотрите на эти норки и берлоги. Я переживаю, что не смогу разбудить всех животных до наступления весны. Я могу тебе помочь, Флутершай. Правда. Это было бы так чудесно. Что ж, давай начнём. Привет. Просыпайтесь, малыши, где бы вы ни были. Весна уже близко. Интересно, я уже много зверушек разбудила? А-а-а! Змеи! Змеи, 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 змеи! Доброе утро, друзья! Да! Прощаться с зимой и встречать весну оказывается непросто. Точно, потому что дед багги. Почему бы тебе не использовать багги? И всё получится! Нет, Спайк, я должна справиться без магии. В Понивилле никогда не использовали магию, чтобы проститься зимой. Но и ты здесь раньше тоже дежела. Подумай, да сколько быстрее они бы справились с твоей помощью? Нет, нет, нет! Я найду способ помочь моим друзьям, не используя магию. Толкай, карамелька! Вот так, тыковка! Я знаю, что это непросто, но вы молодцы! Ху-ху! Привет, Эпплджек. Как работает? Просто отлично! Начинать всегда сложно, но сейчас всё пойдёт быстрее. Мы не можем начать сажать растения и поливать их, пока не уберём все сугробы. Я бы хотела помочь тебе. Ну, ну я, я не знаю. Дай мне шанс. Что ж, я никогда не отказываюсь от помощи. Ты только подумаешь, что они намного быстрее сделают всё при помощи твоей магии. Я могу использовать заклинание жизни. Ну, ладно. Она очень сильная для маленькой пони. Вот и умница прислушалась ко мне. Не понимаю, что всё это значит. Помедленнее, помедленнее. Помедленнее я. Что происходит? Что ты сделала? Ты использовала магию, да, Грис? Ты что, Искорка? Ты использовала магию? О, даёт. Ты веришь в это? Искорка, это так не делается. Тем более на моей ферме. Ну, да. Я просто хотела... Ну, хватит, Искорка, выходи. Я всё испортила. Ну, ты много всего умеешь делать. Просто у тебя не получилось гнездо, ты не умеешь кататься на коньках и будить животных. Спасибо тебе большое, что поддержал меня. Для этого я и здесь, подружка. Радуга, ваша команда должна как можно быстрее растопить снег на земле и на деревьях. Есть. Не надо. Иначе вы затопите норки животных, которые ещё не успели проснуться. Есть. Я же сказала, Радуга, этот снег должен растаять немедленно. Нет, подождите немного. Ладно. Вперёд! Стой! Вперёд! Стой! Вперёд! Стой! Я устала от вас! О, не понимаю, из-за чего вы так ругаетесь. Из-за таких же споров мы не успели проводить зиму в прошлом году, и в позапрошлом году, и за год до этого. Я слышу. Не успели? Я надеялась на то, что моя речь вдохновит вас, и вы справитесь лучше, чем в прошлом году. Но сейчас я вижу, что в этом году мы опоздаем ещё больше. Вы посмотрите на это безобразие. Лёд на озере разрезали слишком большими кусками, и его невозможно растопить. Дизайнер гнёзд отстаёт от графика. Нам нужно несколько сотен, а готово всего одно. И я уже не говорю про все эти облака в небе и сосульки на деревьях. О, это не к добру. А если мы не успеем посеять зёрна, не будет урожая? Успокойся, Эпплджек. Мы растопим этот снег как можно быстрее. Нет, не надо. Животных надо будить медленно. Э, Эпплджек? Что? Карамелька опять потерял семена. Это так? Ну, да. А, Дед Сиду случайно улетел на север, чтобы вернуть птиц Сью. Да. Ну, о чём она думала? Она ничему не научилась с прошлого года, когда улетела на запад. Ну, это очень проважно. Ой, что происходит? Ну-ка, прекратите. У нас нет времени на споры. Уже почти закат. Весна опять опоздает. Очередной год скандала и позора. Жаль, что мы не стали организованнее. Спайк, принеси мой блокнот и список. Быстро. А, да, мэр. Послушайте меня все. Слушай, послушай меня. Да заверутся. Стоп. Не понимаю, ты о чём ты говоришь. Тихо. Простите. Я знаю, что вы все хотите закончить работу вовремя, но ссоры нам не помогут. Нужен план действий. И это занятие как раз для меня. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Глазам своим не верю, весна пришла вовремя И мы должны благодарить за это тебя, если бы не твои организаторские способности Эй, да! Мы сделали это вместе Ты помогла всем командам, у нас для тебя особенный жилет Ты получаешь звание организатора Ой, я не знаю, что сказать Спасибо вам всем Пользуясь своими полномочиями, я объявляю зиму закрытой вовремя Спайк будет очень удивлен, когда растает этот последний кусок льда Дорогая принцесса Селестия Проводы зимы стали особенным событием моей жизни в пони-вилле Это событие помогло мне понять, что каждая пони обладает особенным талантом Если будешь терпеливым, то талант обязательно проявится А еще друзья всегда помогут выполнить любую работу Как тебе, Спайк? Спайк! Ох, Спайк! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Фильм озвучен по заказу ЗАУ Первый канал Всемирная Сеть Редактор субтитров А.Семкин